Мощная морская держава. Об этом мечтал Иван Константинович Григорович, русский адмирал, герой обороны порта Артура, морской министр России. Перед его портретом зажженная свеча. Как знак памяти и признательности от всех, кто помнит, его пришел отметить день его 155-летия. День очень волнующий для его родных, которые сделали, пожалуй, все, чтобы перед нами пристал образ этого видного деятеля России, ее патриота. Просто человек. Какой? Ну, для нас он дедушка. Дедушка, как всегда. Я хочу несколько моментов вам из литературных произведений, которые касаются именно человечности нашего дедушки. Дело в том, что Владимир Полеевкович Костенко за связь с революционным подпольем был арестован и посажен в Петропавловскую крепость и приговорен к шести годам каторжных работ. Кригорович во время одного из докладов царю изложил просьбу Крылова о судьбе Костенко. Заслушав его, Николай Второй спросил, действительно ли такой талантливый офицер, как о нем пишет Крылов. Действительно, Ваше Величество, нам талантливые люди нужны, произнес государь. Он открыл ящик писемного стола, винул доклад министра юстиции об утверждении приговора и заложил резолюцию. Дарую помилование. Один факт. О правильности выбранного под руководством министра Ивана Константиновича Григоровича направления в морской политике и кораблестроении. Построенные накануне и в ходе Первой мировой войны боевые корабли составили 100% линкоров, 40% крейсеров и 30% эсминцев в составе флота, вступивших в сражение 1941 года. Моя морская, как говорится, душа, которая была тоже и на Тихом океане, служила. Откликнулась вот такими строфами. За 70 лет позабытый адмирал и морской министр Григорович теперь открывает в истории флота пропущенный лист. Велика его роль для флота в строительстве кораблей. Вновь после 1905 года броненосцы сходили со стапелей. Бесхитростные слова, но точные. Как канва очень трудной жизни, но на поверку блестящей, наполненной высоким смыслом. Вспоминают, он жил там, где и служил, в казенной квартире при Адмиралтействе. И его волновали не карьера и знаки отличия, а флот, флот и еще раз флот. Решением Временного правительства от 22 марта 1917 года адмирал Григорович был отстранен от должности морского министра, а после октября работал сотрудником морской исторической комиссии по обобщению опыта мировой войны и боевых действий на море. Преподавал в высшей школе водного транспорта. Осенью 1924 года уехал на лечение во Францию и в Россию больше не вернулся. Скончался Григорович 3 марта 1930 года в курортном городке Ментона. Сейчас мы переживаем момент очень волнительный для нас. Великая страна прибыла сюда, чтобы забрать останки одного из своих сыновей, адмирала Ивана Григоровича. Мы, французы, очень гордимся, что последние годы жизни он прожил в нашем городе в гармонии и спокойствии. 15 июля 2005 года отряд кораблей Черноморского флота Российской Федерации в составе гвардейского ракетного крейсера «Москва» и стражевого корабля «Пылкий» зашел в порт Ментона на лазурном берегу Франции, где взял на борт урну с прахом адмирала Ивана Григоровича. Чеканный шаг, как зазубрины в нашем сердце, они наполняют печалью, горестью и чувством великой гордости за лучшего из лучших в нашем Отечестве. Прах того, кому Россия обязана возрождением своих военно-морских сил после катастрофы в русско-японской войне, был доставлен на родину. Ведь перед смертью он завещал похоронить себя в Петербурге и никогда не менял российского гражданства. Всегда любимая, всегда дорогая, о Россия, иногда вспоминай о нем, кто так много думал о тебе. Такие слова были выбиты на его могиле во Франции. И Россия, флот помнит о своем сыне. Человек, которому Россия обязана возрождением военно-морских сил, после катастрофы в русско-японской войне, много думал о могуществе Родины. В течение ряда лет до Первой мировой войны во главе морского ведомства стоял, безусловно, самый выдающийся морской министр. Иван Григорович волею судьбы оказался последним, 18-м по счету морским министром, какого не имела Россия со времен Петра Великого. Сегодня, когда перед Российской Федерацией стоит задача по реформированию и модернизации флота, имя Ивана Григоровича должно стать примером для руководителей военно-морского флота. Редактор субтитров А.Семкин